МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О наших коротко и прямо сейчас. Поддержать Крым. В Рязани проходят акции в поддержку жителей полуострова и их права на самоопределение. Спасли речку. В Хамбушево окончательно победили аварию на коллекторе, в результате которой здешняя речь Клиствянка попросту погибала. Битой да по голове сотрудники полиции прокомментировали факт драки водителя с активистами движения СтопХам. Будут кормить вкуснее и сытнее. В Рязанской школе учеников угостили экспериментальным обедом. Ну а начнем с трагедии недели. В четверг ночью в Рыбновском районе в деревне Старое Веселово при выполнении служебного задания погиб оперативник региональной антинаркотической службы. По данному факту Рязанским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. По версии следствия, сотрудники управления наркоконтроля блокировали автомобиль, в котором находились двое жителей Рязанской области, прибывшие в указанный населенный пункт с целью сбыта наркотиков. На законное требование оперативников выйти из машины водитель начал движение в сторону дороги, при этом совершил наезд на одного из наркополицейских. В результате этого офицер получил тяжелую травму, несовместимую с жизнью, и скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. Назначен ряд судебно-медицинских экспертиз. Подозреваемые задержаны, решается вопрос о избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражей. По предварительным данным, подозреваемые в момент совершения находились под наркотическим воздействием. Надо добавить, что у погибшего майора Павла Ефимова осталась семья, жена и двое детей. Старшему пять, младшему нет и года. Теперь к вопросам глобальным, которые сейчас пытается решать весь мир. Речь, конечно же, идет о событиях в Украине, прежде всего в Крыму. Некоторые аналитики называют киевские события началом славянской весны, намекая на цепь не так уж и давних переворотов в арабских странах. Оставим это обсуждать политологам. Мы в ближайшее время намерены узнать мнение об этом и наших рязанских экспертов, а пока о том, как в Рязани отреагировали на события в этой братской нам, но ставшей вдруг очень тревожной стране. Митинг в поддержку жителей Крыма прошел в сквере возле памятника знаменитому генералу Скобелеву, освободителю славян во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Организаторами пикета стали многие рязанские общественные организации, в том числе и казаки. Горожане выразили поддержку всем жителям автономной республики Крым в их желании стать самостоятельными. Что русские, где бы они ни были, всегда остаются с нами, с Россией. И что Россия их не бросит, тем более Крым. Потому что Крым исторически всегда был русской территорией, начиная еще со времен Сурожской Руси. Ну, и как говорили наши предки, там, где кровь русская пролилась, там и Родина наша. А больше всего, чем за Русь и за Крым, крови никто из русских солдат никогда не проливал. За Крым было столько крови пролито в разные века, что мы просто обязаны здесь высказать свое мнение, что Крым, это часть России, была, есть и всегда ей будет. А потому что он всегда был русский, а попал он к ним нечаянно, по пьянке. И я думаю, что все должны подняться в защиту украинцев, русскоязычных населений, кто живет в Севастополе. Митинг прошел под лозунгами «Севастополь не отдадим, Путин мы с тобой, Майдан в России не пройдет». По словам пришедших в сквер, сейчас необходимо поддержать простых крымчан. В Симферополе стоит в Парке Победы танк, на котором мой отец был механиком-водителем, первый ворвался в город. Экипаж был интернациональный, был заряжающий, украинец ковбаса, командир был армянин Заргарьян. Этот танк в Симферополе, ворвавшись на аэродром, они прошлись по немецким самолетам, разбили 12 немецких самолетов, подавили гусеницы. И теперь для нас, конечно, то, что кровью наших отцов завоевывалось, освобождалось от немцев, чтобы доставалось тем же нынешним нацистам, это, естественно, нам противно, поэтому мы солидарны, и казачество выступает против вот этого, против бандеровцев, против вот этого засилья. И за? Естественно, за то, чтобы, если воля будет, значит, чтобы и Севастополь в первую очередь вошел, за то, чтобы Крым вошел в состав Российской Федерации. Все зависит от их населения. А мы примем братов с радостью. Искренно русская земля. И Крым, по сути дела, Екатериной открыт. Что еще нужно? А то, что когда-то были правители, которые передали его, и без всяких документов, вот теперь мы и расхлебываем это. В чем наша самая коренная разница? Он знает, что он делает зло, что он несет зло. А я знаю, что я несу добро. И так хлопцы наши тоже здесь, они несут добро. Поэтому они своих лиц не закрывают и не будут закрывать. Мы смело встретим, если надо, и старшее поколение, и наши дети, и наши сыны, значит, встретим, так сказать, едино в казачьем строю опасность, нависшую сейчас над всем русским миром. Вот так. Подобные пикеты и митинги идут по всей России. В большинстве регионов, в том числе и в Рязанской области, сейчас разрабатывается программа по оказанию гуманитарной помощи русскоязычному населению Крыма. Как известно, прошли телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским руководителем Бараком Обамой по поводу ситуации на Украине. Как сообщил официальный портал российского президента, стороны разошлись в подходах и оценках причин возникновения нынешнего кризиса и текущего положения дел. Переговоры по ситуации на Украине продолжатся и между главами внешнеполитических ведомств России и США Сергеем Лавровым и Джоном Керри. Но это высокая политика, а нам пора в родные Палестины. В эту среду состоялось внеочередное расширенное заседание Совета областной общественной палаты. Говорили тоже о ситуации в Украине. Во встрече приняли участие представители национальных, военно-патриотических, ветеранских и молодежных организаций. Коротко говоря, Совет принял обращение к трудовым коллективам, деловым кругам, общественным организациям и всем жителям региона с призывом принять активное участие в оказании гуманитарной помощи населению Украины. То есть надо своим помогать и не только митинговать. Однако и моральная поддержка российских регионов также важна жителям полуострова. Потому принято еще одно решение провести 13 марта в четверг в Рязани в 5 вечера на Площади Победы митинг солидарности с жителями Крыма. Друзья, добрый день. Друзья, братья, сестры. На Майдане кричали, что вообще Украина – это Европа. Это так? Нет! А я хочу напомнить вам наши корни, да? О том, что Украина на самом деле – это Русь. Россия – это Русь. Спасибо. Мы тоже вас любим, мы вас поддерживаем. Вы смотрите аналитическую программу телекомпании «Город». Время говорить. Итоги недели – главные темы второй ее части. Спасли речку. В Камбушево окончательно победили аварию на коллекторе, в результате которой здешняя листьянка попросту погибала. Битой да по голове сотрудники полиции прокомментировали факт драки водителя с активистами движения СтопХам. Будут кормить вкуснее и сытнее. В Рязанской школе учеников угостили экспериментальным обедом. Продолжаем программу. Коротко о главных темах местной официальной хроники. В Рязанском районе Шереметьево-Песочне заложен первый камень в здание будущего филиала военного госпиталя. Министром обороны подписан соответствующий приказ администрации Рязани. В 2013 году предоставлен участок, сегодня дошло дело и до первого камня. Новый военный госпиталь планируется ввести в эксплуатацию уже через два года. Находиться он будет аккуратно против 60-го дома по улице Новоселов. И как бы феерично это ни звучало, но строительство такого масштаба, если не брать в расчет Сочи, за последние 30 лет не осуществлялось. Сейчас мы находимся на стадии проектирования. В ближайшие несколько месяцев мы подадим все документы в экспертизу. После этого будет сформирована окончательная стоимость. На следующей неделе, я думаю, что мы начнем уже инженерную готовку к площадке. Ну и фактически будем выходить на строительство. Объем строительства довольно большой. Если бы посмотрели на стенде, сзади нас более 50 тысяч квадратных метров. Это современные корпуса, несколько отделений, хирургическое отделение, терапевтическое отделение. Будет отдельно и аптека будет, и отдельный корпус патологоанатомический и так далее. То есть это будет самый современный госпиталь. Но точно в Рязани, я думаю, что и в Российской Федерации. Старое здание госпиталя давно нуждается в реконструкции. Сейчас о его судьбе известно лишь то, что его переоборудуют. Под что пока вопрос. Между тем, довольно удачно выбрано расположение для будущего госпитального комплекса. Нам требовалась довольно большая площадка, земельный участок. Здесь порядка 8 гитар, которые будут застроены под госпиталь. С другой стороны, мы смотрели по наличию коммуникаций, для того, чтобы затраты были минимизированы. Потом мы считаем, что здесь перспектива роста и стоимостью зрения города. Поэтому было принято решение разместить госпиталь именно здесь. Само собой, сотрудники госпиталя с нетерпением ждут переезда в новое здание филиала. Ведь куда приятнее работать в свежем помещении и с новым, высококлассным оборудованием. Все сотрудники очень рады, что нам будет построен такой госпиталь. Мы, честно говоря, не очень-то верили, но сегодня уже не остается сомнений, что это произойдет, и что мы будем работать в новом госпитале, в современном, благоустроенном. И будем также продолжать отдавать все силы работе своей. Госпиталь – это наша жизнь, это наша любовь. Мы все очень счастливы. Ну а пока мы планируем следить за дальнейшим развитием событий. Будем надеяться, что строительство нового госпиталя завершится в назначенные сроки. В конце недели прошло еще одно совещание по поводу охранных зон Родины нашего всего Сергея Есенина. Его провел вице-губернатор Сергей Филимонов. Не будем вдаваться в подробности возникшей ранее щекотливой ситуации с публикацией проекта, предусматривающего значительное сокращение охранных зон Константиновских мест. Общественность возмутилась, причем возмутился и руководитель области Олег Ковалев. Он заявил, что работа по формированию охранных зон была неправильно начата прежним руководством регионального Минкульта. В результате общество было дезориентировано, а документ пришлось отзывать из Федерального культурного ведомства. Также, разумеется, грянула гроза и над головой уже бывшей главы регионального Министерства культуры Галины Соколовой. Сейчас работу по созданию охранных зон в Константинове курирует вице-губернатор Сергей Филимонов. В первое рабочее совещание пригласили юристов из наших министерств и ведов Рязанской области, пригласили представителей ассоциаций юристов Рязанской области, а также коллег из федеральных видов, которые имеют непосредственно отношение к осужданию вахов. Что касается появившихся заявлений о том, что в Константинове пошла уже продажа земли, то Филимонов сказал, что спекуляцией являются сами эти заявления. Издание Рязаньинфо сообщает, что на заседании были определены основные направления работы группы, чья конечная цель подготовить проект постановления об охранных зонах родины поэта. Одной из важных задач, возглавляющий группу Сергей Филимонов, назвал определение правового статуса музея-заповедника. Кроме того, он рассказал, входящим в группу ученым предстоит составить полный перечень памятных мест и детально их описать. «Кроме того, предлагается еще раз рассмотреть 62-е постановление все вопросы, связанные с его противоречивым действующим законодательством Российской Федерации или же наоборот судей системы которые не противоречат по вашему мнению законодательства». На днях в поселке Хамбушево Рязанский водоканал отчитался об успешном устранении аварии на конденсационном коллекторе. Напомню, в начале года жители Рязанского района вполне справедливо зашумели. В речку Листвянку волной пошли неочищенные конденсационные стоки. Запахла речка, понятно, словно после газовой атаки. Да и жалко ее погибнет ведь. Власти срочно стали выяснять причину катастрофы местного масштаба. Выяснилось, что причина авария на городском коллекторе. Объем восстановительных работ был настолько большой, что даже при условии практически круглосуточного труда справиться с аварией удалось только на днях, спустя почти два месяца. В начале января на коллекторе Рязанского водоканала сразу в нескольких местах в районе поселка Никулича, Хамбушево и недалеко от очистных сооружений нефтеперерабатывающего завода произошла авария, причиной которой послужило то, что грунт продавил ветку коллектора. В конце концов, у всего есть срок годности. В данный момент завершились работы на одном из участков в поселке Хамбушево, где с помощью спецтехники присыпают землей свежеуложенный коллектор. Здесь у нас два коллектора проходят от четвертой канализационно-сосной станции и до очистных сооружений нефтезавода, которые находятся в районе поселка Турлатова. Протяженность этих коллекторов составляет чуть более девяти километров каждый. Данные коллектора, они один 15 лет прослужил, другой чуть больше. И они оба у нас включены в программу модернизации, которую сейчас разработала городская администрация и поручено водоканалу ее реализовывать. В течение 2012-2013 и от начала 2014 года на данные коллектора уже потрачено чуть больше 120 миллионов рублей. Аварийный участок, который пришлось восстанавливать очень большой и по словам подрядчика, с которым водоканал заключил договор, сложный. За то время, что велись работы, не раз пришлось столкнуться с разного рода препятствиями. На этих кадрах, снятых в конце января, видно, насколько масштабные и сложные работы пришлось вести коммунальщикам. Не останавливались даже в ночное время, ведь нечистоты из коллектора могли, просочившись сквозь землю, добраться до близлежащих водоемов. Посему действовать было необходимо незамедлительно. Устранение аварии под личный контроль взял глава городской администрации Виталий Артемов. Мы перешли две шоссейные дороги. Это Рязанское шоссе и Куйбышевское. И три раза перешли железную дорогу. Осуществили модернизацию двух ниток конденсионного коллектора диаметром 1200. И город так сформировал программу модернизации, что параллельно мы осуществляем замену водовода диаметром 600 от Соколовской водяной станции до поселка Южный. Сварщики вырезали трубы, иногда приходилось работать противогазом, потому что запах. Но остальное мы все как бы преодолевали, работа нам знакомая. Отремонтированный участок коллектора протяженностью порядка 900 метров сейчас в стадии запуска. Локально авария устранена. Но чтобы окончательно решить проблему и защититься от возможных прорывов, необходима замена трубы еще на более чем 4,5 тысячах метров. Поиском средств сейчас заняты как городские, так и областные власти. Понимание того, что коллектор должен быть отремонтирован не в аварийном, а в плановом режиме, есть. Еще одна авария, но только уже в личных отношениях, случилась на днях в Рязани с активистами объединения СтопХам и весьма боевитым водителем. Возмутившись действиями активистов, он вразумил их весьма сурово с помощью приемов борьбы и бейсбольной биты. Сегодня в программе официальный комментарий по нашумевшему в Рязани уличному бою. По поводу инцидента, имевшего место между активистами движения СтопХам и водителем, сотрудниками полиции проводится проверка. Все участники инцидента были приглашены в советский отдел города Рязани, где были опрошены. В настоящее время проверка продолжается, по ее результатам будет принято процессуальное решение и дана квалификационная оценка действиям обоим участников инцидента. На этой неделе стало известно, что вскоре может измениться меню рязанских школьных столовых. Дело в том, что ученик нынче пошел привередливый, желает питаться сытно и вкусно. Это вам не кусочек хлебца да стручочек перца. Так что столовые нередко выглядят, так сказать, весьма прозрачно. Рязанские начальники намерены внести в школьное меню серьезное разнообразие, чтобы школьник валом пошел в столовки. Делает, понятно, прошел в пятой рязанской школе. Теперь, помимо стандартного обеда, есть здесь еще и ланч для старшеклассников. Ланч, дамы и господа, просим пожаловать к столу. Давайте вспомним, чем нас кормили в школьной столовой. На первое суп или рассольник, на второе гречка или картошка, размазанная по тарелке, безвкусные плюшки и странно пахнущий чай. Да, исключения бесспорно были, но в большинстве своем все же это примерный рацион любой среднестатистической столовой. Сегодня питанием школьников занялись всерьез и у ребят за вполне умеренную плату даже появился выбор. Подобного оборудования раньше в городе не было. В город вошел, в школу наши вошли на федеральную программу, в течение трех лет переоборудовали все школы. Это вошли деньги федеральные, городские и областные. Не только вкусно, но и полезно. Ни одного жареного блюда. Все готовится исключительно на пару. Кроме того, руководство пятой гимназии интересуется вкусовыми предпочтениями своих подопечных, благодаря чему меню в столовой регулярно обновляется. Во-первых, это не жарится, жар пар. Вот вы видите сейчас блюда, которые у нас имеются на раздаче, они именно детские питания готовятся. Это голубь селенивые, это котлеты типа паровых они получаются, куриные, говяжьи. К тому же гимназисты узнали, что кроме привычных обедов существуют и ланчи. Облегченная версия своего старшего брата. А что удобно, старшеклассницам нравится. Я думаю, что всем очень нравится, что теперь мы можем пить ланч и покушать в школе. Раньше как бы не было такой возможности наесться булочками очень сложно, а сейчас полноценный обед и я думаю, что всем очень нравится. Меню стало намного разнообразнее, у нас можно привлечь и второе, но в ланч входит более такие блюда домашние, и ими действительно наедаешься, а не просто перекусываешь. Это безусловно лучше, чем булки для пищеварения. Ну и как, скажите, бросить нашу съемочную группу на произвол судьбы, да еще и голодными? Вот и шеф-повар не смогла удержаться от того, чтобы нас накормить. Оператору новое школьное меню пришлось по вкусу. Ударим здоровым питанием по юным организмам будущего нашей нации. Ну и последнее на сегодня газета «Известия» сообщило, что депутаты Российской Госдумы намерены тех, кто пристает к женщинам попросту бить. Подразумевается удар рублем, то есть систему штрафов. По информации газеты один из депутатов предложил внести в административный кодекс новый вид правонарушений домогательства. Штрафы подразумеваются от 30 до 50 тысяч, а за неоднократные приставания и поболи будет. В случае домогательства со стороны иностранного гражданина он будет вынужден заплатить штраф, а потом покинуть российскую территорию. Однако коллеги такую инициативу как-то не очень поддержали. Дескать, есть дела и поважнее. Хотя в западных странах практика серьезных наказаний за домогательство существует и давно. То ли сами они не без греха, то ли впрямь что-то поважнее нашли. А вот лидер Федерации Мигрантов России сообщает известие и вовсе не исключил, что в случае принятия законопроекта новые нормы станут репрессивным орудием против приезжих из других стран. Так что, дорогие женщины, уповайте пока на традиционную защиту со стороны настоящих джентльменов удар приставучего негодяя праведным кулаком заступника в самую его портонте морду. С праздником вас, дорогие любимые, счастья вам, добра и мира. И хотя с джентльменами в Рязани, равно как во всей России большая напряженка, пусть рядом с вами всегда будет настоящий надежный мужчина. С праздником и до встречи в эфире. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова